Без диалектики, как подчеркивал Ленин, невозможно устоять под натиском реакции и лжи. Поэтому мы все должны стать кружком любителей гегелевской диалектики. И опираясь на изучение истории, включая историю естествознания и техники, и историю общественного развития, материалистически истолковывать диалектику Гегеля и использовать ее как могучий метод в борьбе за общественный прогресс. Михаил Васильевич Попов Очередное занятие кружка любителей гегельевской диалектики КЛГД. Значит, у нас прошлое занятие было ровно месяц назад. Но это было сделано в связи с тем, что каждый получил большое задание прочитать том, второй субъективную логику, учение о понятии и выразить свое отношение к тому, как надо его материалистически преобразовывать. На этот счет у нас было уже обсуждение, у нас этот вопрос рассматривался критически и не раз, но больше выступал в ведущей кружка. Но, как вы понимаете, он хоть и ведущий, но он не единственный. А кружок, он только тогда кружок, когда есть позиция товарищей. Значит, как вы понимаете, мысль Ленина о том, что необходимо материалистически истолковывать диалектику Гегеля, что я вообще стараюсь читать его материалистически, она высказана очень давно. Она высказана в философских тетрадях, когда Ленин изучал науку логики Гегеля и изучал раньше нас, так что нам его опередить тут не удалось. И он нас даже опередил в том, что я стараюсь читать Гегеля материалистически. И последнее его произведение, философское, значение воинствующего материализма, с которого начинается вот это издание науки и логики, которое у нас в руках, но тоже говорит о том, что мы все должны стать друзьями Гегелевской диалектики, уже хорошо. Но не просто быть друзьями, а стараться материалистически истолковывать ее и использовать в интересах нашего общего дела. То есть для какого дела приготовлена наука логики? Исторически, как выяснилось, она приготовлена для того, чтобы перейти от одной формации к другой, от капиталистической формации к коммунистической формации, с одной стороны. А с другой стороны капиталистическая формация – это одна из трех формаций, формаций частнособственнических, которые составляют такую триаду, как рабовладение, феодализм и капитализм. Поэтому, если сокращать, можно сказать, что всего история знает три формации, и теория знает три формации. Это первое первобытный коммунизм, основанный на общественной собственности, только общественная собственность не простиралась, далее общины, как говорится. Хоть разделены были люди, не связаны в единое целое, но те, кто были связаны, так или иначе, они все имели только общую собственность, никакой частной собственности не было. И только таким образом в самых тяжелых условиях могло выжить и развиться человечество, благодаря тому, что они сделали сообща. Ну, а если они встречали представителей другого племени и воевали, то, как вы знаете, тех, кого победили, что с ними делали? Ну, раз победили, если я вас победил. Ну, сами понимаете, вы меня победили, я готов, тоже сами понимаете. То есть, а почему так? А потому что, ну, и что же с ними делать, из кого победили? Если их будешь охранять, то это значит, второй человек выпадет из общего труда, человек выпадет, кто будет охранять? Таких людей нет в первобытном общинном обществе, поэтому их, так сказать, по практическим соображениям убивали, как, во-первых, врагов, а во-вторых, потому что ни для чего они не годятся. Ведь они могли быть очень воинственные, могли продолжать сражаться и так далее. И наоборот, как только появилась возможность, в связи с развитием производительных сил, в связи с совершенствованием орудий производства, появилась возможность одному человеку покормить двоих, ну, тогда это вот экономическая основа для того, чтобы не убивать спленного, а заставить его работать. Он будет работать, создавать для себя и для его хозяина, а хозяин будет охранять его, чтобы он работал, ну, и заниматься другими, более важными делами. И, как вы знаете, рабовладельческое общество очень важными делами занималось. До диалектики, конечно, они не дошли, ну, или почти не дошли. Но формальную логику разработали, развивались науки, искусства. Если поедешь в Грецию, там прекрасные храмы, сейчас такие, это не то, что сейчас у нас строят новостройках, чтобы быстренько туда затолкать людей и с них денежки брать за то, что они живут в этих вот клетушках, которые делаются методом залива, так сказать, бетона. И так это почему стало возможным? А потому что рабов стало много, а раз много, значит, можно строить большие здания, можно делать форумы. Вот у нас сейчас любят некоторые форумы. Это что такое форум? Что это? Площадь. Нет, это не площадь. Но я видел форум в Афинах. Форум. Форум. А форум? Смысл форума. Форумы вырублены прямо в скале, значит, такая арена, и ступеньки, 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 хорошие, так сказать, наверху поднимаются, здорово. Ну, кто приходил на форум? Все? Все примечные люди. Вот понимает человек. Кто мог прийти? Кого было возможно? А кто мог прийти? Кто не раб? По свободному времени. То есть у нас когда... Ведь не хотят говорить, давайте соберем собрание. Не, не собрание. На собрание это вы же придете, а форум соберем. А форум уже вы не придете, потому что там иногда прямо устанавливаете сумму, которую нужно на входе сдавать. А иногда и сумму не устанавливают, просто нужно знать размер капитала того, кто придет. Вот он и на форум приходит, потому что он... Ну, вот не совсем он рабовладелец, но, по крайней мере, наемных работников у него очень много. Короче говоря, вот этот первобытный коммунизм, который был, уступил место, а был он очень долго. Похоже, что он был дольше всего. То есть больше всего люди прожили при коммунизме, хотя и первобытном. А рабовладение не такой уж длительный срок не имело места, потому что, как выяснилось, начали разрабатываться науки, искусство, стали создавать сложные сооружения, сложные средства производства, а рабы эти ломали, эти хорошие орудия труда, средства производства. Почему? Потому что все средства производства, это рабовладельческое орудие угнетения рабов. То есть для рабовладельцев они там решают какие-то возвышенные задачи, в том числе и те, которые на самом деле человечеством потом были признаны и использованы. Ну а для рабов это просто средства их дальнейшего угнетения. Все придумывают и придумывают, как больше угнетать. Поэтому рабы ломали средства производства. Переход к феодализму, поэтому, состоялся не так, что, я сказать, были набеги на рабовладельческие государства, и они поэтому разрушили рабовладение. Если бы рабовладение было более мощным, оно бы не разрушилось. А разрушилось, потому что, когда уходят эти, те, кто нападали, восстанавливается не рабовладение, а совсем другая система хозяйства. То есть частная собственность остается, но частный собственник в собственности имеет работника, но он не раб, его убить нельзя. Вот это его большой скачок. Вот этот скачок, что его убить нельзя, означает, что зачем его убивать, он же пользу приносит. Пусть он у себя ковыряется на земле, не надо интересоваться, как он там создаёт семью, как он её кормит, это вообще не касается помещика, абсолютно не касается того, кто является землевладельцем. А три или четыре дня в неделю приходите, и тут по плану, на основе науки, с применением технологий, будете работать. С одной учитесь, как надо работать, и у себя будете так же делать. То есть уже этой проблемы, чтобы работник просто брал и ломал средства производства, не стало. Вот тут вы работаете, там три дня, там вы работаете четыре дня. Он может со своим инструментом, может со своим инструментом даже. тебе дадут. То есть тут некоторая свобода развилась. То есть этот переход вполне естественным был и довольно лёгким от рабовладения к феодализму. А вот от феодализма к капитализму он не такой был лёгкий, потому что этот класс рабовладельцев, он имел в своей армии, к этих самых крестьян вооружали, направляли их воевать. Вот они гибли, и они могли отстаивать судьбу крепостничества против нападок каких-нибудь деятелей, которые хотят теперь просто нанимать работников, которых ничего нет. Крестьяне могли и поддерживать в этом смысле феодалов в известной мере, потому что вот рабочие, которые потом нанимают капитализм, у них вообще ничего нет. Ничего у них нет. Нет у них собственности. А зачем она им нужна? А? Зачем она им нужна? Зачем она им нужна? Особенно вот так, именно так вот, прямо вот золотые слова, именно так считали рабовладельцы. Зачем вам собственность? Вот если надо, мы вам дадим оружие, будете защищать, мы вам дадим средства производства, будете работать. А у себя на участке, чем хотите, тем и, так сказать, берите, мы можем продать. Нет, это ваше дело уже. Короче говоря, второй, можно сказать, второй этап частнособственноческой формации, феодализм, он тоже имел свои минусы с точки зрения развития производительных сил, потому что вот как вот здесь продвинутые люди говорят, а зачем вообще эта собственность этому крестьянину? Отобрать у него эту собственность? Она и так собственно считается помещикой, а так ее кому-то продать, кому мы будем платить ренту. И вот капиталисты стали уплачивать земельную ренту паразитам, паразитам, потому что те, кто имеет земельную ренту, ему ничего не надо делать, он нигде не работает. И это, кстати, самый последний раздел третьего тома капитала Маркса. Земельная рента абсолютная, значит, относительная рента и так далее, то есть рента, которая связана одна с различием плодородия, а другая с самой, так сказать, абсолютной рентой самой собственности на землю. Экономическая реализация собственности на землю. Есть у меня земля, значит, будете мне платить. Завод хотите построить? Платите. Платину здесь поставить? Затопить? Пожалуйста, платите. Вот за то, что затопите и за то, что вы построите на моей земле и так далее. То есть появились новые паразиты, и капитализм породил еще раз тех, которые возвысились до положения бывших рабовладельцев. Они вообще ничего не делают. Но ренту они получают измерения. Разных видов, типов по этому поводу. Иссертации защищались, какие бывают виды ренты и так далее. Ну вот, закончилась эра капитализма, когда началась социалистическая революция в России. А что значит социалистическая революция в России? Социалистическая революция в мире, потому что в мире она произошла, но в России произошла. Она все равно где-то должна произойти. В этом смысле она мировая по своему значению, потому что она в мире капитализма превратила в очень большую страну, самую большую страну в мире, между прочим, по территории, не самую большую по количеству людей, но по территории самую большую превратила сначала в страну, в которой был переходный период от капитализма к коммунизму. Я правильно говорю? К коммунизму. Почему? Потому что общественная собственность стала единственной. Не две собственности у нас было, как в плохих книжках пишут, общенародные и кооперативно-колхозные. Причем и в учебниках так записано было. А одна собственность общественная в двух формах. Либо подчиняется обществу производства непосредственно через плановые задания, это касается заводских предприятий и совхозов, либо имеет место контрактация. Есть машина тракторной станции, они выполняют основные сельхозработы для колхозников, основные. И основную трудоемкость, так сказать, по существу берут на себя. Поэтому сказать, что колхозники там выращивают хлеб, не совсем так. Выращивают хлеб колхозники с помощью тех машиномеханизмов, которые воплощают в себе труд рабочих, правильно? Тех, кто их создал. И вот все серьезные, глубокие и трудные работы сельскохозяйственные проводятся с помощью машин, принадлежащих государству. И наряду с совхозами в деревне, то есть просто государственными предприятиями, как элементами общественной собственности, существуют машино-тракторные станции, тоже как государственные предприятия. и по контрактации с работниками коллективных хозяйств они получают необходимые работы, а взамен сдают государству то, что они производят. А часть сверх того, что они должны сдать государству, остается у них в собственности, могут на колхозном рынке продавать. А там этот рынок организован как рынок. То есть вы продаете, как хотите, так и продавайте. И даже известна формула цены на колхозном рынке. Где-нибудь два с половиной цены государственной на этот же продукт. Вот и все. Поэтому тут особенно мудрить не надо. Почему? Потому что это излишки продают колхозники. У них там есть лишь осталось сено, осталось зерно и так далее. Вот это было так в Советском Союзе при социализме одна общественная собственность в двух формах. Ничего такого тут удивительного, что есть две формы одной собственности от подчинения всего производства общественным интересам. И вот таким образом состоялась коммунистическая революция. Раз состоялась коммунистическая революция, начался переход от частно-собственной формации большой, если ее взять всю рабовладение феодализмом капитализма коммунистической формации. При этом мы знаем и нас не удивишь, как людей изучавших противоречия, что какие-то страны потеряли общественную собственность, какие-то ее нашли, причем те, кто ее нашли, получили ее с очень большой помощью, те, кто потеряли, например, все, наверное, знают, какую-то гигантскую помощь оказывал Советский Союз революцией в Китае, потому что там революция превратилась в большую войну революционную, которую вели коммунисты китайские, жертвы очень большие имели, и это в конце концов война пришла к тому, что возглавляемые Компартией войска завоевали, так сказать, все основные города и установили там власть, диктатуру пролетариата, с которой начинается переходный период. Мы знаем, что в Корейской Народно-деокартической республике тоже при поддержке Советского Союза, про который по радио я слышал, как корейский летчик Иван сбил пять американских самолетов. Так что там были наши товарищи, эти товарищи участвовали и корейские, и китайские добровольцы. Товарищ Сталин, если читать его подряд, он очень, очень долго и много обращался к Мао Сдэдуну, чтобы собрались и направили в Корею войска китайских добровольцев. Там их потом уже в Корее не отличишь а не китайские добровольцы или корейские добровольцы. Одним словом, неограниченное количество войск. Сколько бы ни посылало их Соединенные Штаты Америки, там всегда можно поставить больше, когда в это дело социалистический Китай вмешался с подачей или по просьбе товарища Сталина. Не сразу они ответили на эту просьбу, но ответили. Ну а наши, как вы знаете, обеспечили господство в воздухе. Вьетнам, он социалистический, но еще в переходном периоде. Причем начиналась там война с того, что на севере были вьетнамцы, так сказать, социалистические, главляемые коммунистической партии Вьетнама, да, а на юге американцы, которые забрали ту часть, которая была у французов, себе. Дескать, как говорят, зачем французам эта земля? Не надо это быть, а американцам она нужна. У нас сторона большая, самая крупная в мире. Вот. Потом в этом мире кто сильнее, тот и берет. Раз американцы сильнее французов, они прогнали французов и сами но их же победили в итоге товарищи вьетнамские войска коммунистические, в которых тоже участвовали американские товарищи и наши добровольцы. Вот, в частности, когда я был в аспиранторе, у нас такой был Миша Ширяев, аспирант, который работал на этих самых системах ракетных, которые сбивали американские самолеты. Американские самолеты, когда приехали наши системы, у нас отношения были не очень тогда с Китаем хорошие, но пропустили эти эшелоны с нашими ракетами, с ракетическими комплексами, и вот наши как утром поставят, как выстрелят, пять самолетов падает от одной ракеты, потому что они тучами летали. Потом они, американцы затошные, знали, что у нас есть правило такое, что надо обе ракеты выпустить, и тогда только можно начинать новую заряжать. Но уже сразу товарищи поняли, что если американцы этого узнали, то ты выпустишь, и тебя уничтожат тут же. Поэтому выпустили, выпускают вторую ракету, американцы думают, ну теперь все хорошо, они прилетают тучей, в эту тучу третья ракета, ну и так далее. Поэтому вот этот Миша Ширеев рассказывал, что он был в Канаде на встрече с ветеранов Вьетнамской войны, а когда объявили, что это из Советского Союза ветеран Вьетнамской войны, все там погрустели, погрустнели американские товарищи. То есть то, о чем я говорю, касается, что дело становления новой коммунистической формации, как, собственно говоря, и предполагалось, но не в таком глупом виде, как этот Троцкий себе представлял, сейчас вспыхнет мировой пожар и везде все будет гореть. Ну будет там, где загорит, там, где созрели условия, там нужно, чтобы была проявлена солидарность. Была проявлена солидарность. Ну все знают, что Советский Союз проявил солидарность, когда была угроза кубинской революции. И тем самым отстояли ее независимости. Есть еще одно государство, в котором был построен социализм, теперь ушли в переходный период, находятся в переходном периоде от капитализма к социализму. Вот там эта острейшая борьба идет в этом же ключе. Есть Лаос, про который почему-то не вспоминают. Здесь можно подумать, что у нас миллионы этих социалистических государств, что мы просто молчим. Маленькая страна? Да, маленькая. 60 миллионов? Ага. Когда маленькая страна капиталистическая, так звону про нее. В Суицарии, например, это касса. Там никто не дерется. Потому что кто в кассе, в сберкассе увидели, чтобы дрались люди? Ну, это нам ли деньги пришли получать или сдавать. Там все тихо, должно быть спокойно. Извините, это в основном тоже легенды. Там еще в 50-е годы, 20-е века детей бедные люди продавали. В Суицарии. Да, в Суицарии. Но их не в кассах же продавали, на улице. Ну, вот это другое. Короче говоря, мы живем в какую эпоху с вами? В эпоху перехода от капитализма к коммунизму. И это движение является противоречивым. Причем Ленин уточнил, что эпоха связана с тем, что капитализм вступил в империалистическую стадию. Уже после Ленина выяснилось, что империалистическая стадия порождает такое явление, как фашизм, в двух формах фашизм внутренний и фашизм во внешней политике, с чем мы имеем дело на сегодняшний день. Вот, собственно, что мы имеем в плане развития в мировой истории, идет она в этом смысле через разрешение противоречий. И если она идет через разрешение противоречий, пора уже как-то требования, которые Ленин выставил, что надо материалистически истолковывать и преобразовывать эту самую диалектику Гегеля. Так и написано, давайте постарайтесь на исторических примерах и так и чак, но надо ее материалистически преобразовать. У нас материал уже накопился для этого и у нас накопился известный опыт, что нам дает право говорить о том, что как бы мы считали нужным преобразовать. Наш кружок существует много лет, около 30, около 30 лет. Причем в той или иной мере состав менялся, но кружок продолжал действовать и действует, поэтому мы прошли все разделы, какие были, дошли до конца и теперь мы с чем работаем? Не с какими-то кусками, частями единого целого, а с целым. И это совсем другое дело. Одно дело мы брали кусок из первой части, там какой-то, из второй, из третьей, из одной книги, из другой книги, из третьей книги, или из первого тома, или из второго, а другое дело, что мы оцениваем теперь все в целом. Ну и где тут вы видите расхождение с материализмом? Вот мы с вами уже это обсуждали и обнаружили, что же расхождение с материализмом наблюдается только в начале третьей книги. Почему? Вот чем кончается, обратите внимание, чем кончается предыдущая книга. На чем там переход же должен быть от того, чем закончен том второй или книга, том первой, книга вторая, должен же быть переход. От чего мы должны переходить? Вот смотрим, третий отдел, третий отдел чего? Третий отдел второй книги, вторая книга это учение о сущности. Как называется? Действительность. Ну если мы закончили действительностью, то от чего мы должны пойти? Следующие книги? Объясните мне. От действительности. Ну от действительности. От чего закончили, чем закончили, или что, бросим это дело? И вот так интересно, там идут предисловия одно, второе, третье у Вегеля. Хотя если внимательно читать, у него там вот раздел о понятии, там такие есть формулировки, которые прямо как у Ленина, что материализм, материя и так далее и тому подобное. Но так получилось, что вот ставится, а что у Гегеля? У Гегеля после этой самой есть действительность, есть вторая голова, действительность, центральная, как бы. Но важно, что раздел, третий отдел, так он называется, отдел называется действительность. А что такое действительность? Единство сущности и явления. Единство сущности и явления, вот уже здесь все, уже есть, так сказать, уже и сущность, и явление, и это и есть действительность, так надо двигаться дальше. И как тогда, с чего мы должны, значит, раз мы начинаем изучать теперь действительность, потому что чем мы закончили, мы только можем отсюда и продолжать. Мы же не можем продолжать прыгнуть куда-то и вдруг начать разбирать понятия субъективные. А где человек? Куда делся? Откуда он взялся? Его тут нет. А раз нет человека, нет мозга, нет сознания, нет осознания. Ничего нет еще. Как можно так делать? А вот заниматься тем, чтобы объективность рассматривать, вполне можно. И вот мы берем с вами, что мы берем? Берем вот эту самую книгу, берем ее углавление и смотрим там, что да, есть объективность, второй отдел. Спрашивайте, почему второй? Ну, если действительность, так действительно должна быть раскрыта. Как она должна быть раскрыта? А так, как у Гегеля написано во втором отделе. Механизм сначала, сначала механический, единство механическое или механическое понимание материи. Механическое понимание означает, что есть какие-то части, есть какие-то элементы, есть движение, есть вращение, есть другие траектории, и все это крутится и вертится. И самый такой высокий пример – это небесная механика. Все мы сейчас вот, хотя здесь и сидим, но мы вращаемся вместе с Землей, Земля вращается вокруг Солнца, Солнце, так сказать, имеет свой путь во Вселенной, а у нас даже голова не болит от этих вращений. Да чего вот просто мы должны быть горды, что несмотря на такую карусель, мы совершенно спокойно это переносим. Даже не укачивают. Даже не укачивают. Вот объективность. Смотрите дальше. Что дальше идет у товарища Гегеля, который как бы идеалист? А дальше идет химизм. А что значит химизм? Химизм означает получение, создание таких природой или человеком, создание таких веществ, которые обладают свойствами другими, отличными от свойств составляющих элементов. Пример. С2H5OH – это что? Скупирт. А? Скупирт. Ну вот. ОАШ. А ОАШ – это же шелочь. А водород там есть. Водород есть и уголек. Все есть. Но тут ничего плохого нет. А если вот взять натрий-хлор, это же ужас. Хлор – это же яд. Страшный. Натрий? Ну, ничего страшного. Я, так сказать, считаю, ничего страшного. Я в свое время в кабинете химии взял кусок натрия и кончил. Дело тем, что я потом пролежал в ожоговой больнице в военной медицинской академии. И, так сказать, потом целое лето заживало у меня эта рана. А так ничего страшного нет. Хлор. А тут натрий-хлор. И вот дайте мне еще посыпать. Натрий и мы хлором. То есть, так написано у Гегеля, как нам объясняли на химии, что появляются такие свойства, которыми отдельные элементы не обладают. Причем, даже когда соединяешь одинаковые элементы, железо и кислород, что это такое? Ржавчина. Ржавчина или руда? Руда. Какой там формула какая? ФЕРУМ как раз. Ну, ФЕРУМ, так какой ФЕРУМ-то? Давайте формулу. ФЕРУМ. Вот. Видите, вот, знают люди. А еще? А бывает тоже соединение же. Другой соединение. Другой был. Вот. Теперь я выступаю. У меня второй был диплом по химической олимпиаде. городской. ФЕРУМ-3О4. Но дальше по химии я не продвинулся. Но помню, что ФЕРУМ-3О4. Так ФЕРУМ-2О3, а может быть ФЕРУМ-3О4. А когда вы проходите мимо, там что-то такое, ржавчина такая вот коричневая в болоте. Ну, это раскопать. Или кокс, допустим. Ну, это уже органическое целостное. Это уже не пойдет. Это уже не химизм, правильно? Это уже жизнь. Посмотрите, что получилось. И вот тут сбой идет у Гегеля. Так все хорошо. С точки зрения материалистической мы рассматриваем. После перехода химизма куда-то переход сразу к телеологии. Это вот что-то, получается, так вы нахимичили, мы бы сказали. Если бы наши люди перешли вдруг сразу... ФЕРУМ-2 может к цели ставить. ФЕРУМ-2 может к цели ставить? Да, рановато все-таки, да. А вот ФЕРУМ-3О4, наверное, может уже. Да, потому что он уже более развитый. Нет, а вот С2H5H точно может ставить цели. Это реально ориентированно. И даже если стереть вот все впереди, то, как отметили некоторые товарищи, которые его видели, то написано всего две буквы, он. Проверили, действительно, он, и все выпили. Так что бывало такое. ФЕРУМ-2. Поэтому вот теперь, если мы своими глазами, которые уже привыкли... Ну, надо еще и привыкнуть к науке логики, между прочим. То есть делать ее для себя родной. Там же написано, вот посмотрите, жизнь, а там живой индивидуум. Ну, так сначала пусть живой индивидуум, процесс жизни, род, и после этого пускай он, только после этого С2H5H может употреблять. А до этого-то как так? Некуда. Некуда. И только после этого. А какой же может цель поставить человек, который он даже не дошел до С2H5H? С2H5H. Тут совершенно непровержимые аргументы. Значит, что мы должны сделать, поставить? Во-первых, первой главой, первым отделом мы поставить должны в третьем томе. Объективность. Ну, там будет механизм, химизм. Химизм, потом жизнь. Там живой индивидуум, процесс жизни, род. Какие-то претензии у вас есть? Вот вы читали, у вас с позиции материализма есть претензии вот к этим разделам? Нету, правда? Ничего там такого. Ну, конечно, сейчас, может быть, сейчас глубже, и наука дальше прошла в этом отношении. Генетика появилась. Учитывая, что это конец в 18-м начале. Да, это самое передовое вообще понимание. Ну, вот. И только после того, как эта жизнь дойдет до кого? А вот тут живой индивидуум у него уже есть. Живой индивидуум уже есть. Живой индивидуум есть, а цели нет. Ну, так цель потом появляется. Вот субъективная цель, средство выполненной цели появляется в результате того, что вот если есть жизнь, она должна дорасти до живого индивидуума. Потому что здесь, собственно говоря, движение от животного до царства, в котором царит человек. потому что не может живой индивидуум появиться сразу, сразу начинается, вспоминается, как вообще возникают живые существа, развитие животных. Сначала там они в воде, потом они выходят на землю, потом они эти самые, одни летают, другие ползают и друг друга пожирают, а другие пожирают только эти самые растения. То есть долго-долго идет это развитие, которое описано товарищем Энгельсом, который именно занимался как раз материалистическим истолкованием диалектики Гегеля, раньше, чем наш кружок намного. Вот, и он написал роль труда в процессе превращения обезьяны в человека. и там определил человека, как животное, животное, а тут жизнь же, животное общественное, трудящееся, говорящее и разумное. Пока он, если это животное не общественное, то это уже не человек. Ну, как представиться, человеком могут только пчёлы, муравьи и так далее. У них тоже, да, известное разделение труда, но не связанное с сознанием, и так далее, с инсентами. Так, значит, животное общественное, трудящееся, и труд сразу выделяет человека из всех животных. Труд. Труд создал человека. Вот это записал Энгельс. Поэтому, что значит материалистичность толковать? Вот в чём смысл этой диалектики природы Энгельса? А он как раз этим вот занимался, к чему мы сейчас пришли. Он брал, и у него, из его произведения, если Гегеля не брать, не читать, это какие-то обрывки. Вот этот кусочек происхождения, этот кусочек, связанный с превращением человека в обезьян, обезьяна в человека, он, так сказать, как бы цельный. А другие просто примеры из жизни, из общественной жизни, из жизни животных, которые показывают, как этот процесс проходил. Материалистически это более подробно истолковывается. Тут ничего не зачеркивается, что написано Гегелем, но просто это дальше развивается. Ну, во всяком случае, пока это самое движение животных до человека не дойдет, когда бы он еще ставил цели, и эти цели с помощью средств организовывал. Ну, про средства уже написано, вот, посмотрите, средства, в каком-то смысле и выше, чем цель, пишет Гегель. Почему? Потому что, скажем, плуг важнее зерна. Потому что с помощью плуга можно сделать очень много зерна, а с помощью зерна вы будете его выращивать и будете жить в проволоке. То есть это написано все уже в Гегеля. Поэтому здесь мы по существу находимся в процессе перехода, когда материализм, исторический материализм уже находится в процессе становления. И одним из тех, кто является участником этого, этой разработки исторического материализма, можно считать Георгова, Эльгельма, Фридриха, Кегеля. Ну, то, что мы там переставляем, ну, переставляйте, от этого, так сказать, никуда текст не девается, это написано же все. А субъективная цель, средства, выполненная цель, это то, что отличает от человека. Человек отличает от животного что-то. Целесообразность. Прежде чем что-то сделать, он оставит все цели, ее добивается. Но он добивается не когтями и не только, так сказать, своими частями тела. А он добивается с помощью средств. Написано про средства? Написано. Написано, что оно важнее? Написано. Ну, дальше это у Маркса более подробно изложено в капитале. Поэтому можно считать, что капитал представляет собой тоже такую важную ступень в порядке материалистического преобразования науки, лойки Гегеля. Не отталкивания, я скажу, а это идеализм. Ну, как писал Ленин, лучше умный идеалист, чем глупый материалист. по-моему, нельзя быть капиталом. А? Нельзя быть материалистом, не разбираясь только материалистом. Материалистом можно. Я вот считаю, что первична материя. Больше ничего не знаю, ничего не считаю. Вот так вот. Вот вы меня спрашиваете «не знаю, это я всё не знаю, я знаю, что материя первична» и вы меня с этого не собьёте. Попробуйте сбить меня! Вы меня знаете, и не собьёте? Вот видите вы уже на попятны упахли. И пусть сомневается. А как я сказал, что я материалист, так и буду материалистом. То есть, короче говоря, никакой особенной заслуги в том, что материализм человека нет, просто мы-то выясняем, что материализм вытекает, так сказать, из всего развития чего? Из развития, ну, можно сказать, и Вселенной. То есть, вот Вселенная, вот Земля, вот так оно и развивается. А, материальность. Да, всё же материальное. Сейчас вот субъективный идеализм приходит. От недостатка образования сейчас уже субъективный идеализм приходит. Он уже уходит, сейчас уже батюшка снова приходит. Сейчас приходит, сейчас приходит, уже к Богу снова обращается. Послушайте, это хороший даже радиоспутник. И там уже астрологи уже выступают. Это вообще с средние века. Причём, говорит, это профессиональный астролог, кандидат философских наук. Какие кадры у меня? А что, вот по первому каналу, да, Алексей Ильич? Ну, пока ещё, вот у меня, например, я доктор философских наук. Я скажу, что вот то, что говорит этот кандидат философских наук, чушь собачья. Но скоро же он докторские будут давать, наверное, этим астрологам. Они говорят, ну, это у нас дискуссия между философами. И так далее. То есть, что говорил вот в этой книге Ленин? Ленин говорил в той работе, которую мы приложили, что без диалектики Гегеля материализм не может устоять под натиском реакции и лжи. Не может. Ну, кто, а кто может? Ну, кто занимается этим, те могут. Ну, вот ничего не случилось плохого с теми, кто занимается наукой и логией. Никто с вами ничего не случилось. Вам нигде-то не помешало, нет? Я хочу сказать, что я не знаю, как вы оцениваете там свои другие дела, но, скажем, и настроение другое, и работа по-другому идёт. И получается, что времени становится как бы больше, потому что вы вместо того, чтобы блуждать в темноте, а некоторые блуждают очень долго в этой темноте, вы некоторые знания и вопросы разрешаете очень просто научно. Ну, вот после того, как мы поставим эту жизнь, жизнь после перехода химизма, и тогда у нас будет телеология, субъективная цель, средство, ну, могу сказать, что такое цель? Это предвыщение результата. Правильно? А что такое результат? Это выполненная цель. Ну, там всё очень просто. А что такое средство? Это вот середина между ними. Это то, что какой-то элемент материи, который вы ставите между целью и между результатом и началом этого процесса, и с помощью него достигаете нужного результата. Выполненная цель. Вот она, выполненная цель. Что тут идеалистического? Ничего тут нет идеалистического, ровным счётом. И перестановка не такая уж большая. Ну, подумай, что там вот у него третья глава второго отдела, а будет первая. Нет, третьей главой будет глава о жизни, а дальше будет уже телеология. Ну, а дальше, что касается идеи познания, идеи истины, аналитического познания, синтетического, идеи добра, добро у него получается вполне материалистическое. Что такое добро? Это преобразование мира. Преобразование мира. Это к чему относится преобразование мира? К какому материализму? К метафизическому или к диалектическому? А кто как к диалектическому или ещё и к историческому? Но это же мир-то включает в себя человеческое общество, правильно? Поэтому это и к историческому материализму это отношение. Поэтому это совершенно совместимо с марксизмом. И что показывает наше, можно сказать, изыскание, которое мы с вами делаем. Мы уже не раз к этому обращаемся и обсуждаем этот процесс специально. Но эти наши изыскания показывают, что действительно не случайно, и Марс говорил, что моё отношение к Гегелю однозначное, Гегель мой учитель. Ну, если Гегель учитель Маркса, нам кто мешает взять Гегеля, тоже учителя. Вам мешают, товарищ Лазарев? Запрещают? Нет? Не арестовывают, когда идёте с наукологией? Нет? Ну, хорошо. Да как хорошо мы живём? Никто не мешает. Это же самое большое богатство. Вот. Ну, поскольку я, так сказать, изложил то, что собирался изложить, а у нас задача такая, задача у нас такая, чтобы, так сказать, подвести некоторый итог вот всей нашей работе в этом смысле. Поэтому я хотел бы, чтобы по этому поводу высказались и другие. Все, то есть. То есть здесь есть, пусть кратко, но я и во времени не ограничиваю. Уже всё сказано, собственно говоря. Но это критика ведущего. В процессе изучения я прихожу к такому выводу, что вполне материалистически излагаем, товарищ Гегель. Вполне. Вполне. Да, с редким исключением. Как это, если, ну, как это, упустить то, что это было написано очень давно, то есть в зрении жизни человека, и в те времена, когда современная наука, она только вставала на ноги, появлялась, ну, как это было, очень свежий, получается, взгляд на мир. Процесс мышления. На мир, на процесс мышления, и процесс преобразования мира на основании процесса мышления. Да, потому что вполне ясно, вполне, ну, как, вполне ясно, если здесь отходить, конечно, в курсе, это всё, да, и ясно. Ну, то, наверное, и наука, что повел. То есть вы всё ходили и подозрительно так смотрели, не свернём, либо куда не надо. Ничего не получил. Да, просто к тому, что, ну, если 10 лет назад, и мне тогда я бы книжку, и, ну, как бы, я тебе вообще что-нибудь сказал. По поводу непосредственно, ну, как бы, атериалистического толкования, как бы первая книга, то есть первые две книги, они, соответственно, атериалистические, начинаются с бытия и, соответственно, развиваются. А третье, вот, как и указали, это действительно, как бы, возникает такой вопрос, да? Почему? То есть заканчивается действительностью первой книги. Почему? Понятие. Субъективность. Откуда эта субъективность? Она в действительности возникает, эта субъективность. Откуда она взялась? То есть, нет, мы понимаем, откуда она взялась у Гегеля. То есть он был, это, или как бы, идеалист. Идеалист, да. А мы начинаем считать, как бы, ну, возникает вопрос, откуда появилась субъективность? Из действительности? Ну, действительность, это понятие. Из идеализма и появилась. Да, вот откуда она появилась идеализм? А что такое идеализм? Откуда он? Бог, наверное, на довольно-го уровень, да? Ну, как бы, мы ставим посомнение в образ, да, и, соответственно, чтобы... То есть вы, как верующий, считаете, что Бог на доволен? Ну, Гегель, наверное, да. Ну, поэтому, ну, как бы, мне хочется, как бы, понять, кто осуществляет эту субъективность. А как вы думаете? А об этом Гегель пишет чуть позже. А как вы думаете, если бы материализм был вот такой, какой был тогда, он что, мог победить идеализм? То есть он был, да, он был не идеалитив... Конечно, материализм, он был у древних греков, бытие, не помните? Нет, ну, при Гегель, ну, нет. Ну, он же... Он очень древний материал... Он начинает с материализма. Ну, материализма как такового, при Гегель, я думаю, вряд ли было. Там было и дистанционное общество, там... Ну, он никуда не девался, и никто его не запрещал. Ну, не запрещал. У древних греков был? Был. Вот. И, соответственно, мы приходим к выводу. Ну, и мы приходим... Я, как бы, для себя пришел к выводу, что, соответственно, чтобы осуществить эту субъективность, ну, где есть субъективность, должен осуществлять кто-то, соответственно, мы приходим к объективности, то есть, объект должен осуществлять субъективность, мы, соответственно, начинаем развивать его с механизма, с генизма и так далее. Вот. Ну, я это так видел. Ну, действительно, это... То есть, во-первых, то, что написано Гегелем, это верно, но, соответственно, изменяя, как бы, подход к восприятию тому, что он написан, нахеристический. То есть, все становится абсолютно логично с точки зрения материализма. Вот как-то так. Ну, вот я хочу еще дать такой комментарий. Вот тут, где выходные данные написано, книга напечатана при поддержке Фонда Рабочей Академии, финансовая поддержка В. Аломова. Вы немножко понимаете, что такое книгу, что такое издать такую книгу в двух томах, тиражом две тысячи экземпляров. То есть, события дошли до такого уровня, что понимание важности и нужности этого дела привело дело к тому, что вопрос был не так, что, вот, дескать, давайте мы придумаем, как нам создать. А уже, дескать, люди берутся издать, только давай им поспособствуй. Скажем, вот здесь написано, что я там главный редактор. В чем состояло мое главное редакторство? Что я там, где нужно поставить характер, а не свойства, поставил характер, как в хорошем переводе было. И, во-вторых, выбросил все пустые, совершенно никчемные предисловия, которые были сделаны, я не знаю, для чего себя показать, или для того, чтобы, так сказать, может быть, деньги за это получить, за эту работу. Поставил очень здесь уместную работу Ленина о значении воинственного материализма. То есть, нельзя так сказать, что вот я тут надорвался с этой вот книгой. То есть, эта книга, конечно, мы ее перетаскивали, туда-сюда возили. У нас и тут еще есть, правильно? У нас на вырос все это сделано. Но это связано с такой мощной поддержкой, потому что люди, которые понимают, что наступил этап диалектического материализма, исторического материализма, что нужно его поддерживать и развивать. Не говоря уже о том, что вот недавно, на то, что взяли и переиздали у меня книгу без особенных моих, так сказать, забот, которая называется «Путеводитель по гигельской диалексике, лекции по философии и истории». Вот. Значит, то есть, это такой процесс, который был, с одной стороны, связан с развитием общества, так сказать, в мире, в развитии общества в мире, потому что и поддержка, которую мы имеем, ну и дальше вы можете смотреть, там, а кто издатель, вот. Вот. А кто это здесь делали? Опечатали в Москве, в Московской области, город Чехов. Именно вот, и это именно типографию, печатал наукологию в 1937 году. Кананы. Световник? А? Это которая? Вот, которая вот эта наша печатала, да, вот она это печатала, эти всем, многотомник гигельевский. Так что всё это развитие идёт по спирали. И тот, кто нам помогал, написал стоимость за один экземпляр 126 рублей. Ну, как бы, так сказать, выездёвку над нынешними ценами на книги. Но это большая цена. по советским временам. Это действительно смешно. Обычная литература, не жалко художественная, стоит 1000 рублей. Я не знаю, конечно, заходил. 1000 рублей, да. Так, ну давайте, Степан Степанович, Ваше слово. Ну, я думаю, что, если у нас замещание Бегеля, то, что частная собственность рождает войны. Да. А это уже такое историко-материалистическое заключение, да? Я могу, да, я могу сказать, что да, что-то я поняла, что-то я осознала, но далеко ещё до того, чтобы сказываться на предмет того, чтобы оценивать Бегеля. Ну, я отвечаю вам, бы сказал, что я тот самый непонятливый человек, потому что я больше всех перечитываю всё это, перечитываю, перечитываю, сразу видно, что человек никак не может разобраться. Ну, что, если он уже пятый, десятый, двадцатый раз перечитывает, о чём это говорит? Ну, значит, не дотягивает. Но, как мы понимаем, что некоторые вещи, они на поверхности, так сказать, самые глубокие вещи на поверхности не лежат. Надо к некоторым вещам, к таким непонятным, для, ну, большинства людей нашей Земли, непонятным вещам надо ещё и привыкнуть. И десять лет для этого, чтобы привыкнуть к Гегельским... Мало. Да, это немного же, правда? Это немного, но и плюс к тому, что помимо привыкнуть, ещё и сама жизнь, окружающие события происходящие, как иллюстрации, да? Это вот то, что касается, даже вот, не трогая Гегеля, это то, что касается капитализма. То есть, если мы учились в советских школах, изучали по советским учебникам историю, да, то, соответственно, нам казалось, что капитализм это нечто такое, что-то, ну, не то чтобы сказочное, но, в общем, очень сильно далёк поэтменность от реальности. Вот так получилось, что так повернулась история, что мы теперь можем капитализм наблюдать воочию, за окном, в качестве... Почувствовать. Мы могли... То есть, хрущевцы могут спеть, мы рождены, чтобы сказку сделать былью. Да, вот, и точно так же и не только с восприятием истории, но и тем более, когда начинаешь касаться диалектики, начинаешь пытаться познать диалектику применять диалектику, а когда два ровного происходят вот такие события, которые происходят сейчас, где-то какие-то процессы ускоряют себя. То есть, вот, из десяти лет в последний год, наверное... Вот я хотел бы вот это отметить тоже, и почему-то это очень важно, потому что некоторые товарищи, ну, глядя на нас, думают, о, сколько они времени на это время тратят. На самом деле, когда человек начинает заниматься науковой логике, у него всякие дела, особенно связанные с, так сказать, с умственными всякими проблемами, с умственными вопросами, с идейными вопросами, политическими, экономическими и так далее, они идут быстрее. Быстрее, и получается, что это не затраты, а это потребление знаний и развитие человека. Я скажу, о, как долго вы развиваетесь. Мы-то долго развиваемся, а вы-то так, как что-то совсем не развиваетесь. Спасибо. Вячеслав Михайлович. Ну, я хочу сказать, что нас Ленин, во-первых, Ленин сказал, что без материалистического толкования диалектики невозможно устоять перед нами, скажем, реакции лжи. Реакции лжи. Ну, во-первых, лучше у него никто в плохой силе не разбирался, во-вторых, мы увидели. Слава, мы стояли. Ну, все-таки устояли еще пока. Но, очевидно, что изучать это необходимо, потому что цена слишком высока. спасибо. Я хотел еще запомнить, что, соответственно, мы ее сейчас изучаем, диалектики. И будет, как Майковский сказал, мы диалектику учили не по гейнию, в реакции они в боев она врывалась стих. Так и получается. когда под пулями мы отпружуем бегать, как мы когда-то переверли от них. Ну, как это видно на лицо вот это все, что вы говорили большевики, что так было, вы говорили, нет, так не было, как оно и получилось. Ну, вот я был на одной из кафедр, работал на одной из кафедр довольно долго Санкт-Петербургского университета, кафедра социальной философии и философии истории. И могу вам доложить, что по существу на всем философском факультете Санкт-Петербургского государственного университета кроме меня был еще один преподаватель, доцент, женщина, я с ней не знаком, никогда это не видел, где у него лекции, как она как-то тихо, тихо очень себя вела, чтобы никто не заметил эти лекции. И все, а больше никто. А вот что касается течения буржуазных современных философов, ну, современных с точки зрения, что они сегодня вылезли, а с точки зрения, так сказать, теории совершенно гнусной и реакционной. 18 век. Да. Вот они все им дают задания, делают курсовые, какие-то диссертации и так далее. То есть, никто, вот скажем, мне не мешал на философском факультете, наоборот, меня философский факультет поддержал. Я два раза по политэкономии защищал свою диссертацию и оба раза получал меньше, ну, каждый раз новую диссертацию, а там нельзя два раза защищать одну. получал больше половины, меньше двух третей на экономическом факультете. А на философском я защитил, так сказать, получил. Ну, и второй раз всего лишь перезащищал в институте философии, но в институте философии единогласно проголосовали за мою диссертацию. Это говорит о том, что отношение вообще к диалектике, к Гегелю хорошее, но вот состояние состоит в том, что мы вот здесь, занимающиеся этим делом, представляем собой не каких-то отдельных людей или какой-то маленький кружок, представляем собой очень яркое явление в нашей жизни, которое, если люди 10 лет и более занимаются наукой и логикой и Гегеля, не так, что они все бросили с аллеей заниматься, они, так сказать, оттачивают, как Маяковский писал про Ленина, да, мне бильярд, отращиваю глаз, шахматы ему, а не вождям полезней. Вот так и мы оттачиваем, так сказать, свои, так сказать, умственные способности и некоторые товарищи при этом считают, что вот мы тратим время, нет времени, вам нет времени на то, чтобы оттренировать свой мозг. И что вы хотите после этого от вашей жизни? Что вы от него хотите? И почему у вас, как у вас может ждать какая-то удача, если здесь у вас неудача, вы даже не потратили, не использовали, я хотел сказать тратить время, не использовали время для этого дела, для того, чтобы повысить свой интеллектуальный уровень. И это, если вы хотите побеждать в идейной борьбе, в литературной борьбе, в дискуссиях и так далее, мы наблюдаем, что товарищи, которые изучают диалектику, в том числе известных вам товарищей, товарищ Золотов, товарищ Казенов, товарищ Мазур, товарищ Галко, они выступают публично, так сказать, равных им, ну, кто может с ними сразиться интеллектуально, из противников, а никто и не сражается, а никто и не сражается. Так, вам слово, товарищ Маузер. Маузер. Кстати, насчет времени я прочитал в этом, сделал все по плану, то есть читал примерно 10 страниц в день, ну, полчаса. Ну, они умерли от этого, нет? Нет. Смотрите, вот человек прочитал 10 страниц в день и живой. Ну, и какие-то муки страшные были, нет, какие кошмары. Иногда ведь интересно, как вот люди умудряются не прочитать, казалось бы, вот самое высокое знание, какое есть. Всеми это признано, правильно? Человечеством признано? Ну, кто-нибудь говорит, что вот даже противники наши, враги, ну, не скажешь, не пойдут же против ГГР. Не пойдут. Они лучше промолчат. Так. Прочитал я по плану, который предлагали на пушке. То есть, сначала объективности, начинал, потом перешел к субъективности, вот, какие кардиологи, составил планы, записывал параллельно какие-то идеи, вот, были науки логики, вот, старался понять логику Гегеля, как он делает логические переходы в новую категорию. В плане того, что все равно приходится нырять. Там же он пользуется тем, что в разделах об суждении умозаключения. Все равно ныряешь. Вот. Ну, что делать? Вам же языком приходится пользоваться? Написано это по-русски, на языке человеческом. Ну, вот, сейчас как бы получилось, что я вот второй раз покажу. Вот. Первый раз, конечно, вот я начал читать сам, еще я не ходил сюда, с отведения, мне, конечно, плохо не стало отведения. Да вы что? Вот. А сейчас, то есть, когда вот ты доходишь до конца, сейчас получается легче считать сначала. То есть, вот книга из-за того, что понятия развертываются и идут от простых понятий, простые понятия к категории переходят в более сложные. Все это разрешается в абсолютной идее и книга как бы вот снимает сама себя. И то есть, иногда вот где-то получается вот непонятно что-то, нужно в введение наоборот заглянуть. Ну, давайте напомним, что такое начало? Ну, это неразвитый результат. А результат? Ну, наоборот, что такое начало. Ну, вот, так вот в этом все и дело. Поэтому, на самом деле, на самом деле, когда человек начал, он, это не значит, что он изучает только начало, он изучает эту всю науку, но в начале находятся пути. А когда он завершает, то он вроде бы завершает, но, как вы понимаете, вы сначала шли, а многие вещи еще требуют того, чтобы в этом разобраться, чтобы это было понятнее и яснее. Ну, и потом, что такое сложное? Сложное из простого. Из простого. Ну, абсолютно простое есть? Нет. Нет. Ну, абсолютно простое, это только чистое бытие. Итог к нему ведет долгая история развития философии, прежде чем стали говорить не о бытии вообще, а о чистом бытии, с которого начинают. То есть, для того, чтобы начинать, даже понять, с чего надо начать науку надо, начать с того, что вот это как раз и предусматривает. Раз люди этого не знают, ничего этого не понимают, ну, начните с того, что вы знаете и понимаете. С чего? С бытия. А что вы про него знаете вначале? Ну, кроме того, что оно есть, ничего, мы и не знаем. Этого достаточно для того, чтобы начинать. То есть, никаких предварительных занятий, какой-то предварительной подготовки сама эта наука не требует. А вот такого движения требует и поедет. Я вот хочу вам доложить, что я вот уже в течение двух недель читаю лекции для студентов Невнамысского института экономики, управления и права, ректором которого является товарищ Мазур Олег Анатольевич, который вот как раз и подготовил ту работу, небольшую работу, о диалектике Гегеля, которая была издана там и потом переиздана еще здесь. И, так сказать, ну вот студентам можно уже об этом рассказывать и говорить по зуму я читаю им лекции с течения одного часа. И вот я один час рассказывал про учение сначала о бытии, второй час вот учение о сущности. Экзамен как там потом как будет? Ну, экзамен, у них там есть вопросы, у них там есть совсем надо сдавать, я как бы в это думаю, что вмешиваться не буду там справиться товарищи. Потом я не думаю, что мы здесь должны в отношении экзамена быть очень в этом смысле слишком требовательны. Почему? Потому что люди начинают и находятся в начале, но важно, что это ведь в ВУЗе читается, а ВУЗ называется Институт Экономии, Экономики, Управления и Права. Экономика это изучение способа производства как способ производства это единство производительных сил и производственных отношений. Она-то базис, но прежде чем она станет базисом, надо знать, что это такое. Она вот единство производительных сил и производственных отношений, они находятся противоречий одно с другим правильно и да да но экономика изучает способ и способы производства экономика а теперь управление управление это вот она цель и средства вот они что такое управление это подчинение какого-либо объекта целям какого-то субъекта вот то что является средством управления этой средства этого подчинения вот а что такое цель это предвосхищение желаемого результата а все другой результат а это вот реализованная цель то есть вот мы тут все имеем это ну и как люди вот без этого могут так вот они должны изучать управление как можно управление изучать без этого или вот я завтра об этом буду говорить завтра еще с утра будет лекция там выводит на большой экран они будете сидеть студенты и будем но это очень важно что мы это вот студентам рассказываем сейчас они только так сказать изучаем изучаем в кружке ну вот я думаю что и каждый есть кто присутствовал вот здесь выступил рассказал но я думаю он в состоянии рассказать о том а зачем мы почему мы изучаем и можно ведь сказать я над и зачем вы тратите на это время или зачем вы используете время то есть вы его с пользой проводите а вы тратите как раз время это я-то его не трачу то есть тот кто изучает науку логики, можно сказать, что он тратит время? Нет. Использует, в пользу. А вот люди, сколько времени они что-то смотрят, перелистывают и так далее. Особенно, когда сейчас рассказывают о том, что у нас астрология появилась в новом мире. Астрологи. Последняя лекция должна быть посвящена как раз этой третьей книге для студентов по часу. Для меня это, конечно, большая задача за час изложить вот эту самую книгу. Но, с другой стороны, студентам, исходя из того, о чем мы здесь говорили. А вы ее материалистически трактуете? Нет, я стараюсь материалистически. Но подхожу к этому идеалистически. Это мой идеал. Нет, а вы ее расскажете, но нет? Материалистически, материалистически. Да. Материалистически. Я об этом буду говорить. Причем завтра. Вот какая ситуация. У вас предложение или вопрос? У меня вопрос, когда будет следующее занятие. Следующее занятие будет ровно через две недели. 27-го числа. И это будет итоговое занятие в этом году. Теперь, значит, задачи, которые перед нами стоят, на которых... Смотрите, как щедро мы выделяем время. Смотрите. До 27-го еще есть время, потом будет январь. Отдых. Тяжелый отдых после такой большой работы. И в феврале, в феврале мы начнем каждый первый вторник и так далее. Второй и четвертый вторник февраля. А что мы будем делать? А будем изучать по тому плану, который с вами наметили. Раз материалистическое изучение диалектов и Гегеля состоит в том, что начать надо с чего? Вот этот раздел. Субъективность. А? Субъективность. Начнем с субъективности. Некоторые товарищи уже тут, они вот сейчас будут отдыхать, по второму разу будут проходить. Объективность. Потом перейдем к субъективности, а потом перейдем, наконец, к цели. Треть. К идее, а не к цели. Идеи. Вот. И понятное дело, что наше вот это движение и обучение, оно уже облегчено тем, что мы с вами как бы уже проделали необходимую работу и можем теперь работать с пониманием целого. Потому что одно дело, вы смотрите с какой-то точки на тот объект, который мы изучаем, а другое дело, что мы уже его осмотрели с разных сторон. И теперь правильным ходом идем от объективности к субъективности и к идее. И закончим мы чем? Абсолютной идеей. Абсолютная идея это идея познания и преобразования мира. А идея познания и преобразования мира только когда может развернуться только в условиях коммунистической и общественной экономической формации. Потому что людям, которые заняты получением прибыли, им не до преобразования мира. Надо скорее закупить и продать. Или эксплуатировать и продавать. Как можно быстрее. Поэтому мы идем вперед и делаем то, что необходимо для того, чтобы быть сознательным человеком нынешнего времени. Причем наши занятия кружка не закрытые. Это выражается в том, что вот они будут записаны. Те, кто за нами, так сказать, нас преследуют из наших классовых противников, они еще не гоняются с диалектикой. Они гоняются только за словами о спецоперации. А вот это еще никто из Ютьюба не удалял. Поэтому мы и в Ютьюбе можем разрешивать, и в других, и на Яндекс.Хедзене, и в других местах. Где Сергей Викторович побеспокоился о том, что у нас и на других наших ресурсах наши материалы тоже выходили. Какие еще есть вопросы? Предложения, требования, протесты? Предлагаю закончить. Да. Поступило предложение закончить. Голосовать будем? Не будем. Принято единогласно. Спасибо. 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 Спасибо.